Здравствуйте! На телеканале АРИС программа «Территория спорта» и я, ее ведущий, Константин Меркушев. Каждый месяц мы рассказываем и показываем спортивные новости нашего города. Краткий обзор сегодняшней программы. Футбольный клуб Кумертау за выход в Первую лигу Республики Башкортостан провел домашний матч против футбольного клуба Белебей. Ермолаева отметил День физкультурника. Ну и по традиции нашей программы берем уроки у тренера футбольного клуба Кумертау Азамата Газизова. Начнем сегодняшнюю программу самого важного праздника спортсменов – День физкультурника. Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечают этот праздник. Село Ермолаева не стало исключением. Что же такое спорт по-ермолаевски, узнавала наша съемочная группа. Одним из самых спортивных торжеств в нашей стране по праву считается День физкультурника. Впервые его отметили в 1939 году. По традиции в нем принимают участие как спортсмены, так и граждане, любящие физкультуру. Ежегодно День физкультурника проходит с большим размахом. В этот день каждый смог найти для себя турнир по душе и силе, в котором он готов показать свои умения. В этот день в Ермолаево прошло множество различных состязаний, рассчитанных не только на профессиональных спортсменов, но и на обычных жителей, увлеченных физкультурой. Такая направленность выбрана не случайно, ведь здесь уделяется большое внимание именно массовому спорту. Одна из заслуг в этом председателя комитета по физкультуру, спорту, туризму и молодежной политике Василия Копылова. Василий Иванович не оставил без поздравлений жителей. Сегодня действительно очень знаменательный и трогательный день. День физкультурника людей, которые отдают себя самому лучшему в жизни. Благодаря им страна становится сильнее. Спортсмены повышают свой спортивный уровень и доказывают его на всех уровнях соревнований. И именно славу приносит часто спорт. На торжественной церемонии спортсменам и тренерам были вручены почетные грамоты от администрации района. А игрокам футбольной команды еще и денежное вознаграждение. Они представляют Куяргазинский район. Стоит напомнить, в конце июля ребята стали победителями финальных соревнований 24-х сельских спортивных игр по футболу. А юным хоккеистам из команды тренера-преподавателя Александра Соколова были вручены зачетные классификационные книжки первого разряда. Громкие, громкие аплодисменты. Поздравил жителей и глава администрации района Ахат Кутлахметов. Дорогие спортсмены, дорогие жители нашего района, еще раз поздравляю всех награжденных, которые заслуженно получили почетную грамоту администрации муниципального района Республики Башкорстан и достойно получили благодарственные письма. Это действительно нелегкий труд, который вы делаете. Это спорт. Не каждый может сегодня заниматься и достигать высоких высот. Поэтому вы молодцы и мы от души действительно поздравляем. В течение концертной программы выступали творческие коллективы районного дворца культуры. А юные спортсмены радовали зрителей показательными выступлениями. После торжественного концерта развернулись соревнования по различным видам спорта. Мальчишки и девчонки радовали своих родителей своими умениями. А зрители громко подбадривали ребят. По традиции закончилось мероприятие награждением. Победителям и призерам были вручены подарки. Но самое главное, конечно же, для участников – это положительные эмоции от соревнований. Как полированная поверхность зеркала отражает все, что находится перед ним. А тихая долина разносит малейший звук. Так и изучающий кроте должен освободить себя от эгоизма и злобы, стремясь адекватно реагировать на все, с чем он может столкнуться. Это слова известного мастера, родоначальника японского кроте. Принцип остается актуальным и для сегодняшних адептов этого боевого искусства. Свою верность ему кумертауские кротисты демонстрировали на минувших соревнованиях в столице Башкортостана. 3 июля в городе Уфа в спортивной школе номер 34 состоялся пятый летний куба города по каратэ, в котором приняли участие около 100 спортсменов из разных городов Республики Башкортостан. Организаторами чемпионата является Федерация каратэ Республики Башкортостан. Организаторами этих соревнований молодежного кубка по каратэ была Федерация карата Республики Башкортостан, а также Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Куба города – это реальная возможность для спортсменов проявить себя и набраться опыта. С каждым годом увеличивается количество его участников, а вместе с этим и уровень их мастерства. Это доказывает, что качество организации чемпионата растет. Вот эти соревнования – это были стартовые соревнования после летнего отдыха, наверное. У некоторых ребят это были летние лагеря и сборы. Вот это были стартовые соревнования перед началом сезона, для того, чтобы проанализировать состояние спортсмена, в каком они состоянии, какая у них скорость и над чем им нужно поработать, дабы подготовиться более-менее к чемпионату Республики, который состоится в ноябре месяце. Возможно, кстати, у нас в городе Кумертал. Это еще решается. Наш город. На соревнованиях представляли четыре спортсмена с клуба «Легион». Спортсмены участвовали в программе «Кумите». Все наши участники оказались на пьедестале. В своих возрастных весовых категориях вельможин Роман, Азамат Юнусов и Юлия Петревич заняли третьи места. У меня очень хорошее впечатление в этих соревнованиях. Я дома долго готовилась к соревнованиям, на тренировках тоже готовилась. Мне все очень понравилось. Но я извлекаюсь с турнира, ну вот как опыт, все вот как свои плюсы, минусы. На будущее, ну как, ну, буду стараться еще лучше, чтобы было. Без побед спортивный клуб не уехал. Арсений Лапин в финале в тяжелейшем поединке одолел спортсмена из Уфы. Соперники были тяжелые, нехорошо работали, но я старался и победил всех. Я выполнил установки тренера. Он мне говорил, как, ну, в самом последнем бою он, соперник был очень большой. Он, Павел Аркадьевич, мне сказал, это такую тактику. Он или делает Кизами, или Геаку Цуки, а потом Ура Малаша. Я разгадал его тактику и встретил ему в живот Геаку Цуки. Я заработал один балл. И я придержался с этим одним баллом. И я выиграл. Закончился чемпионат, конечно же, награждением. Очень приятно видеть радостные лица ребят, которым вручают почетные грамоты и медали. Коллектив телекомпании желает спортивному клубу «Легион» дальнейших побед, а также развития в своем спорте. 14 августа в здании бильярдного клуба «Пирамида» развернулась настоящая бойня. Кумертал принимал финал чемпионата по бильярдному спорту. Участники соревновались в трех основных разновидностях русского бильярда, а именно свободная, динамичная и комбинированная пирамида. Бильярдный клуб «Пирамида» стал площадкой проведения чемпионата по данному виду спорта. Подобный турнир проходит ежегодно. Клуб открылся в 2010 году. Во время строительства этого клуба я познакомился с Хайдаром Мишарифовичем и предложил арендовать этот клуб. То есть сделать клуб в спортивном режиме. То есть, сами видите, более-менее здесь спортсмены все собираются. Открытие было в 2010 году. Президент Федерации бильярдного спорта приезжал, значит, глава администрации. С 2010 года начали работать. Была установка больше спорта. И каждый год проводилось не менее 50 турниров. Приезжали участники со всей Башкирии. Возрастных ограничений организаторы не ставили. В общей сложности за призовые места боролись 16 человек. Турнир собрал участников различного уровня мастерства. В основном это люди, проводившие свое свободное время за бильярдным столом в компании единомышленников. Азарт, сила и воля не покидал участников ни на минуту. Сегодня проходит финальный этап, приуроченный ко дню строителя. Значит, с апреля месяца проводили этапы. Выявили восьмерку сильнейших, вторую восьмерку. Соответственно, участники из города Салавата, Мелиуза, Кумертау. Проводим сегодня финальный этап. Всем, конечно, удачи. Красивые игры, самое главное. Бильярд ветоспорта такой интеллектуальный, спокойный. То есть, драк не бывает. Все люди культурные. За красивую игру. Работает клуб не только для бизнеса, а для самоутверждения. В этом клубе царит спортивный дух. И мы с удовольствием приезжаем на этот турнир, принимаем участие. И наши спортсмены, наши ребята получают удовольствие, посещая настоящий сегодняшний турнир. По результатам турнира, в первой лиге первое и второе место заняли спортсмены из города Салавата. Это Александр Попов и Артур Зубаиров. На третьем месте расположился Николай Рузапов из города Мелиуз. Четверку сильнейших замкнул кумертаусец Вячеслав Курочкин. Во второй лиге всю тройку призеров заняли представители города Кумертау. Четвертое место осталось за представителем Мелиуза. По традиции, в конце турнира состоялась церемония награждения. Организаторы также позаботились о том, чтобы у участников была должная мотивация. Для победителей призеров, помимо кубков, медалей и дипломов, были приготовлены денежные вознаграждения. В Кумертау определились победители второго открытого кубка по настольному теннису среди людей с нарушениями зрения. Турнир при Волжского федерального округа еще на стадии организации собрал представителей 15 регионов. И автоматически расширил свою географию. В эфире расширенный репортаж о соревнованиях. Спортсменов из 15 регионов принял Кумертау на втором открытом кубке Приволжского федерального округа по настольному теннису для слепых. Лучших выявляли в течение трех игровых дней на двух площадках. В здании БРГ номер 3 и кинотеатра Горняк. В соревнованиях такого уровня многие приняли участие впервые. Однако были и опытные спортсмены. Мы пока, скажем так, молодые, мы только начинающие. То есть у нас в городе появился стол относительно недавно, это с марта месяца. Поэтому, а тренеров вообще как таковых очень мало, как бы, выпускается. Поэтому тренера у нас нет, то есть мы тренируемся сами. Турнир очень сильный, ребята играют молодые, новые и играют совершенно уже в другую игру, более быструю, более интересную. Поэтому молодым дорога, как говорится. Игра стала сильнее, я уже года четыре занимаюсь. То есть с тем годом, если сравнить, то игроки стали сильнее. То есть по сегодняшним соперницам уже сложнее выигрывать, чем в прошлом году. По правилам адаптивного настольного тенниса, спортсмены, независимо от степени нарушения зрения, надевают свето-непроницаемые очки. Играют до трех сетов, каждый по пять минут. За прямое попадание в лузу начисляется два очка. За аут, касание поля свободной рукой или попадание в центральный борт по одному штрафному очку. Непосредственно соревнования были начаты за день до официальной церемонии открытия. Для того, чтобы успели сыграть все участники, поскольку желающих набралось достаточно. Вышло даже так, что названный окружным турнир в Кумертау фактически перерос свой статус. Участие в нем приняли и представители других округов. На открытии соревнований их приветствовали официальные лица от имени городского округа и республики в целом. Мы поддерживаем спорт в городе Кумертау. У нас строятся объекты спортивные, у нас строится ледовая арена. Мы реконструируем лыжероженную трассу. Но мы особое внимание уделяем адаптивному виду спорта. Мы заключили соглашение с Министерством спорта и молодежной политики именно на развитие опорных видов спорта. Сегодня в рамках этого соглашения мы проводим прекраснейшее мероприятие. Я хочу сказать, что прекраснейший турнир, открытый турнир Приволжского федерального округа. Я хочу сказать, что мы единственный город в республике Башкортостан, который проводит такой турнир. Во-первых, надо сказать большое спасибо энтузиастам этого вида спорта. У вас появились люди, которые могут это организовать, которые могут подготовить. Благодаря вот таким инициативным людям развивается весь спорт не только адаптивный, но и вообще весь спорт на этом держится. На второй день соревнований спортивные баталии продолжались до позднего вечера. В результате кумертауским спортсменам удалось выйти в финал как в женском, так и в мужском разрядах. Разыграли золото в воскресенье в кинотеатре «Горняк». В качестве болельщиков на финале собрались сами участники, любители этого вида спорта и официальная делегация. Хотелось бы, чтобы прописка этого вида спорта в республике получила еще более массовый характер. И не только в кумертау, а во всех городах и районах, которые могли бы это кульверировать. Для меня, допустим, важно, чтобы это было не менее хотя бы 10-15 городов или районов. То, естественно, будет формироваться наша сборная команда. И эта сборная команда при республиканском бюджете будет иметь полное финансирование и готовится к любым российским и международным играм. Помещение кинотеатра выбрали из-за хорошей звукоизоляции, поскольку во время розыгрышей спортсмены ориентируются исключительно на звук звенящего мяча. В итоге у женщин уверенную победу в двух сетах одержала Эльвина Насирова из Кумертау, у мужчин Владимир Поляков из Тверской области. В целом от турнира впечатление замечательное, потому что уровень у нас год от года растет. Данный респорт, он сравнительно новый в России. Мы вот уже сколько, года четыре, наверное, играем активно. И вот год от года все сильнее и сильнее соперники. Все больше и больше регионов, и становится все интереснее и интереснее. Да я даже не знаю, как, ну счастье, радость, веселье. Все-таки второй раз, первое место занять. Просто шикарно. Я победитель. Не остались участники чемпионата и в стороне от проблемы паралимпийской сборной страны. На церемонии закрытия кубка участник паралимпиады в Турине Владимир Казаков зачитал обращение в поддержку сборной. Под документом подписались все участники турнира. Письмо передали директору Центра спортивной подготовки Башкортостана Евгению Емельянову. Он пообещал, что зачитает обращение на ближайшем исполкоме паралимпийского комитета. Что же касается и Львины Насировой, то ей теперь предстоит защищать честь республики и страны на чемпионате Европы. Готовить ее будет, как и прежде, тренер Павел Сафонов. В чем секрет? Ну, во-первых, в тренировках. Она постоянно занимается на протяжении уже трех лет. Четырех даже лет. И она уже трехкратная чемпионка России. И один раз серебряная призерка была. Владимир Антошкин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В воскресенье 29 августа стадион «Шахтер» принял футбольный матч. В рамках открытого первенства Башкортостана футбольный клуб Кумертау сразился с командой из города Билибея. К неудаче наши ребята потерпели поражение с отсчетом 1-0. Подробности далее. Солнечная погода и позитивное настроение людей. Так встретил Кумертау гостей из Билибея. Принципиальный матч между южной и западной командой ожидалось с особой интригой. Ведь на кону выход в первую лигу. Несмотря на то, что наша команда играет во второй лиге, все же находятся настоящие любители футбола. И у каждого свое мнение. К сожалению, болельщиков очень мало. К сожалению, поле, качество поля очень плохое. Его надо же делать. И сегодня вообще стадион не тот, стадион, который был хотя бы 15-20 лет назад. Хотелось бы, конечно, чтобы администрация или кто-нибудь отникнула с этого вопроса, и все-таки бы сделали для нашей молодежи прекрасный центр. Честно скажу вам, ездить много по России, вот такого комплекса, стадиона, как в городе Кумертау, ни у кого нет. Теперь непосредственно к футболу. В начале первого тайма команды начали осторожно, присматриваясь друг к другу. Пару ударов в хозяев створ ворот соперника результата не дал. И здесь сыграла футбольная поговорка. Не забиваешь ты, забивают тебе. На 35-й минуте гостья забивает довольно курьезный гол. Счет 1-0 в пользу футбольного клуба Белебей. После этого Кумертаусцы прибавили в атаки, где наибольшее количество проблем соперникам доставляли наши нападающие. Стоит отметить, что в середине первого тайма судья не ставит в ворота Белебея довольно спорный 11-метровый штрафной удар за игру рукой защитника. Также забегая вперед, хочется сказать, что в середине второго тайма судья не засчитывает взятие ворот гостей, рассмотрев в голевом моменте положение вне игры. Ну это на рассмотрение судей. Судья я не видел или я не знаю, за него не буду говорить. Как бы люди говорят, что гол мы забили, как бы справедливый гол. Но здесь судьи все решают. Ошиблись судьи. Может, я не знаю, закрыли глаза на это. Ну ладно, игра игрой, как бы мы свои моменты не забили. Сами виноваты, будем работать. Второй тайм вновь начался с голевого шанса наших ребят. Буквально за 10 минут создали пару-тройку достойных моментов. Однако вратарь гостей выручил партнеров. Футбольному клубу Кумертау пришлось играть в открытый футбол, идя всей командой в штрафную гостей. В конце матча наши создали опасную атаку. Полузащитник прошел по флангу и пристрелил в штрафную. Но нападающий не смог замкнуть. Матч так и завершился со счетом 1-0 в пользу команды гостей. Футбольный клуб «Белебей» одержал волевую победу. Сложная была игра, конечно. Но мы боролись как могли. В принципе, это... Ну, мы посильнее можем играть. Просто, в принципе, дорога сложная была. У нас машина сломалась. Пришлось другую ждать. Мы в дороге были около 5-6 часов где-то. Вот из-за этого, в принципе, сложно было. Конечно, чуть не хватило сил. Ну, как бы всю игру вели-вели. Одна ошибка и проиграли. Конечно, сами ошиблись. Сами виноваты. Но еще, как бы, ничего не потеряно. План на следующую игру. Ну, так же будем атаковать в «Белебей». Не будем скованы, как они, как бы, играть. Я думаю, мы там должны выиграть. Через неделю состоится ответный матч в городе «Белебей». Итог следующей игры выявит победителя в этой полуфинальной паре. И даст путевку в финал. Ну, скорее всего, в финале нам, если все пойдет хорошо, и мы надеемся все-таки на победу, в финале там уже практически ждет команда футбольный клуб «Стерльтамак». Хороший с нашим знакомый, который нас обыграл на юге уже два раза. Она практически после вчерашнего дня, после вчерашней победы, обеспечила себе выход в финал. Пожелаем нашей команде успехов в следующем матче. Город очень соскучился по профессиональному футболу. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В продолжение темы, по традиции, каждый месяц мы берем мастер-класс у спортсмена. Сегодня им стал главный тренер и вратарь футбольного клуба «Кумертау» Азамат Газизов. В последнее время футбол очень популярен в мире. Большинство юных мальчишек мечтает стать звездами мирового футбола. В футболе существует четыре основные позиции. Одна из главнейших – это, конечно же, вратарь. Или, как по-другому его называют, галкипер. Именно он отвечает за сохранность своих ворот. И сегодня в этом нам поможет главный тренер и основной вратарь футбольного клуба «Кумертау» Азамат Газизов. Первым клубом Азамата стал футбольный клуб «Рассвет». Именно там он начал свою карьеру. В футбол я начал играть лет с 15-16, наверное, как вступил в авиационный колледж. Меня увидел Мананух Григорий Саныч. Он был как раз тренером футбольного клуба «Рассвет». В то время был «Рассвет», «Кумертау» команда. Он увидел меня, мое желание стать воротарем. И с тех пор я начал заниматься футболом. Начинал он играть на позиции правого полузащитника. И одновременно пробовал себя в рамке ворот. По словам Азамата, больше нравилась именно позиция галкипера. И вот он 20 лет стоит в воротах. На данный момент тренирует команду футбольной клуб «Кумертау» и является основным вратарем. Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать вратарем? Чтобы стать вратарем, самое главное, чтобы было у него желание, была хорошая гибкость, энергичность. Я не знаю, резкость такая. Угадывать, предугадывать всю эту ситуацию. Хорошее мышление. Вот это самое основное, мне кажется. Реакция. Самое главное у вратаря – это реакция. Вратарь – это единственный игрок, который может умышленно касаться мяча руками. Он отбивает удары по воротам, перехватывает навесы и пасы в штрафную площадь ворот, а также отбирает мячи при выходе один на один. В своей игре вратарь использует такие приемы, как фиксирование мяча, отбивание и убивание мяча любой частью тела после удара, перехват мяча в прыжке после навеса. Важно заметить, что в процессе игры вратарь должен еще подсказывать своим игрокам, как действовать себя на поле. Иногда подсказка доходит и до криков. Это постоянно. Вратарь всегда должен говорить, подсказывать, он видит все поле. Игроки иногда упускают соперника, вратарь все видит лицом, они стоят задом, боком, и все должен вратарь подсказывать. Да, много ошибаются защитники, так же и вратарей ошибаются очень много. Это наша работа – не только стоять, но и подсказывать, кричать в поле. Наша работа такая. А обижаются защитники? Нет, ну как бы они обижаются, может, в поле как бы так, что их постоянно дергаешь, дергаешь своими словами, но потом они понимают, что как бы я кричу по делу, подсказываю по делу. Все это как бы все понимают, с кем давно играешь, они все понимают и не обижаются. Теперь к тренировочному процессу. Как и в любом виде спорта, все начинается с разминки, а именно с пробежки. Дальнейшая разминка вратаря отличается от игроков, играющих в поле. Существует специальное упражнение, которое выполняют вратари. Вы отрабатываете этими действиями, тренируясь, как правильно упасть, как бы не повредить руки, вот это, плечи. Вот вы падаете, как бы разминаете туловище этим, резкость, свою резкость. Смотри, вот падаешь не на локоть, а на плечо, вот так вот, да. Вот. И здесь так же самое. Вот, вот на плечо. Это упражнение тренирует галкиперы подвижность, ловкость, прыгучесть и концентрацию. Все в совокупности должно присутствовать в настоящем страже ворот. А для большего эффекта мы прибавили скорость его выполнения. Далее приступили к игре, а именно отбивание штрафного 11-метрового удара. 11-метровый удар назначается в случае, когда игрок совершает в пределах своей штрафной площади любое нарушение. Гол, забитый непосредственно с 11-метрового удара, засчитывается. Серия штрафных ударов также назначается в матчах плей-офф в случаях, когда победитель неопределен в основное и дополнительное время. По статистике, отбить такой удар оценивается от 14 до 28%. Таким образом, нападающему легче забить, чем галкиперу отбить удар. 11-метровый удар угадывать – это очень тяжело, конечно. Но смотришь по реакции игрока, который бьет, как он закладывает в туловище тело, смотришь на ноги. Видно иногда, угадываешь, как игрок начинает бить, как он выворачивает ногу, ступню, куда он смотрит. Да, и смотришь еще на ногу, на какой он бьет. И смотришь по разбегу тоже, как силой будет бить, не силой. И начинаешь движение, конечно, стараешься угадывать. Больше никак. А может вратарь как-то обмануть бившего? Или как-то ему на нервы подействовать? Конечно, вратарь действует на нервы игроков. Он начинает двигаться вправо-влево, вправо-влево своими движениями. Он все равно запутывает игрока. И как бы в этом есть преимущество. Ну, небольшое, но есть. Как бы не было бы вратаря, игрок бы пробивал спокойно. А так он уже смотрит на вратаря и думает, что все равно два угла в какой-то он прыгнет. Это 50 на 50. Как бы можно и вытащить, можно и пропустить. После наставления я попробовал отразить удар Азамата. С виду кажется, что ничего сложного в этом нет. Но, как показала практика, большая энергия затрачивается на толчок ногами от земли. Если он закладывается, значит, мне кажется, он будет бить тот угол. Если он бежит прямо, плечо вправо, то бьет влево. Мне так кажется. Ну, давайте, значит. Вот. Уроки мастерства дали свои плоды. Я не раз отбил 11-метровые удары. А вот с реализацией были большие проблемы. Но не беда, в следующий раз буду пробовать себя в роли нападающего. По окончании большого мастер-класса мы поговорили о будущем вратаря. Предстоящая игра буквально на этой неделе, да, с футбольным клубом Белебей. Ну, скажи, наверное, как настраивается команда. Да, мечта, желание, конечно, большое у игроков. Они очень расстроились, что проиграли мы дома. Они очень сейчас злые, настроились очень сильно. В раздевалке все, как бы, со всеми поговорил. Все настраиваются, все очень прям горят желанием отомстить за поражение дома. И я думаю, что с этим настроем мы должны победить. Детский футбол развивается здесь в городе? Да, детский футбол развивается в городе. Павлов Александр Георгиевич занимается детьми каждый день. На стадионе занимается часов с 12 с обеда, как он начинает, до самого позднего вечера. Александр Георгиевич занимается детьми, да. Ну, тяжело, как бы, условий очень мало. Как бы, ну, занимается. С 1 сентября любой ребенок может записаться в секцию футбола. Она функционирует в детской юношеской спортивной школе по улице Комсомольской, 35. Каждому ребенку необходима возможность для раскрытия своих талантов. Ведь, может, именно сейчас в кругу ваших знакомых находится русский Месси. На этом у меня все. Это была программа «Территория спорта». Архив программы в сообществе vk.com.kosoy.trk.aris. Ссылка на экране. Занимайтесь спортом и будьте на высоте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова